Последнее приготовление перед зимним сезоном. Пенсионерка Любовь Медведева убирает весь садовый инвентарь под замок. Хозяйка прячет даже пластмассовые лейки, ведь в последние годы кражи в садоводстве участились. Еще надо вывезти в город все ценные вещи и как следует закрыть двери и окна. Зимовать на участке останется только собака. Пес Филипп уже четыре года сторожит участок от непрошенных гостей. Плюс еще большое то, что у нас соседи родственники. Если что-то там, какие-то будут шумы, собака будет долго лаять, они через эту дорогу живут и сразу подойдут, конечно, туда. Еще мы каждый день приходим на дачу, кормим собаку, осматриваем, все ли здесь в порядке. В садоводстве «Сибирский садовод» более двухсот дачных участков. Часть строений постоянно страдают от воровства. Сезон дачных краж начинается с сентября и длится на протяжении всей зимы. Мародеры небрезгливые уносят все – посуду, бытовую технику, урожай и даже поношенную одежду. С воровством дачники борются как могут. Устанавливают в домах более крепкие замки, камеры наблюдения. Но даже это не всегда спасает от краж. В основной массе такие преступления совершаются непрофессионалами и заранее не планируются. 90% всей криминальной загородной статистики приходится именно на такие преступления. Их совершают несколько категорий лиц. Это лица без определенного места жительства, подростки, которые бродяжничают, либо лица, употребляющие наркотические средства. Иногда это могут быть даже соседи ваши. Иногда в пустующих дачных домах обосновываются беглые преступники и живут, пока не закончатся продукты, заготовленные хозяевами. Чтобы выявить и предотвратить правонарушения, сотрудники внутренних дел ежемесячно устраивают рейды по садоводствам и, как правило, застают непрошенных гостей врасплох. Как отмечают полицейские, зимой люди не живут на дачах, поэтому хозяева узнаются в совершенном преступлении через неделю, а иногда и через несколько месяцев. Поэтому расследовать такие кражи гораздо сложнее, чем по горячим следам. Несмотря на это, ежегодно сотрудники полиции раскрывают около 70% дачных краж. Рей Сосилин, Александр Мокин. Новости сейчас.